Возглавляемая Чингисханом и его преемниками, начала масштабные завоевания, стремясь покорить весь мир, включая Кавказ. Это привело к кровопролитным и драматическим событиям, которые навсегда изменили историю региона. Монголы, обладающие своей жестокой тактикой и военной дисциплиной, приступили к завоеванию Кавказа в первой половине XIII века. Они быстро двинулись, уничтожая на своем пути города и села, подчиняя племена и народу. Первые стычки с монголами произошли в начале 1220 года. Чеченцы, обладая многовековым опытом ведения партизанской войны и управления горными территориями, проявили ожесточенное сопротивление. Сражения имеют исключительно жестокий характер, так как монголы стремились полностью подчинить или уничтожить местное население. Одним из главных эпизодов этого периода стало сражение в горе Казбек, где чеченцы смогли нанести дополнительный урон монгольским отрядам, используя свои знания местности и неожиданную тактику. Однако, несмотря на успехи, монгольская армия продолжала наступать. В 1239 году монголы под командованием Батыя предприняли массированную атаку на Кавказ, стремясь сломить сопротивление горских народов. Чеченцы, которых объединила общая угроза, продемонстрировали невероятное мужество и стойкость. Бои шли в труднодораступных горных ущельях и лесах, где чеченцы устроили засады и нанесли мальненосные удары по врагам. В 1240 году монголы смогли временно установить контроль на частью чеченских земель, но полного подчинения так и не произошло. Постоянные восстания и партизанские действия чеченцев заставляли монголов удерживать значительные силы в регионе, что ослабляло их возможности для постепенного завоевания. В середине XIII века монгольская империя начала чувствовать оголоски распада, благодаря чему чеченцы постепенно восстановили контроль над своими землями. В середине XIV века чеченцы столкнулись с новой угрозой в лице Тамерлана или Тимура, одного из самых выдающихся и жестоких завоевателей того времени. Его амбициозные планы по созданию Великой империи привели к военным кампаниям, которые охватили значительные территории Евразии, включая Кавказ. Борьба чеченцев с Тамерланом стала одним из ключевых эпизодов и одной из самых громких историй этого региона. Тамерлан, стремясь к расширению своей империи и установлению контроля над нужным ему регионом, начал свои походы на Кавказ в 1380 году. Кавказские горы вызвали для него не только стратегический интерес, но и срочный символический вызов. Чеченцы, как и многие другие горские народы, не были готовы подчиниться новому завоевателю. Первое крупное столкновение с армией Тамерлана произошло в 1395 году, когда его войска вторлись на территорию Северного Кавказа. Тамерлан, известный своей жестокостью и военной хитростью, применял тактику террора, стремясь сломить сопротивление местных жителей. Однако чеченцы, обладая фундаментальными основами своей земли и боевыми традициями, оказали упорное сопротивление в сражении с армией Тамерлана. Было агрессивным и бескомпромиссным. Чеченцы применили партизанскую тактику, устраивая засады и неожиданные нападения на колонны завоевателей. Одним из наиболее значимых эпизодов этого периода стало сражение у реки Терек, где чеченцы, соединенные с другими курдскими народами, нанесли большие потери армии Тамерлана.